Добрый день! Сегодня мы готовим котлетки из говядины, но не простые, а с хитреньким добавлением, с капустой и с рисом. Для этого нам потребуется говядина, фарш полкилограмма, так как фарш у меня без лука, мне потребуется еще луковица для фарша, капуста свежая и полуготовый рис, то есть я отварила его до полуготовности, обыкновенный рис. Небольшой кусочек хлеба и молоко. Итак, если у вас нету готового фарша, то вы сначала пропускаете мясо через мясорубку говядины. У меня фарш готов, я сразу занимаюсь луком. Луковицу измельчаю и часть капусты. Для этого количества нам потребуется примерно вот такой кусок, будем смотреть по консистенции. Можно капусту порезать очень-очень мелко и добавить ее, не прокручивая через мясорубку, но тогда она все-таки будет чувствоваться сильнее. Если дети, например, у вас не едят такое, то лучше пропустить через мясорубку. Ну и консистенция более однородная, если все пропустить через мясорубку. Итак, прям фарш, сразу я добавляю вот эти вот свои ингредиенты. Так, капусту и лук мы пропустили, фарш через мясорубку пропустили, добавили фарш. Теперь хлеб, кусочек хлеба у меня. Точно так же через мясорубку. Так, вот капуста, лук здесь и хлеб. Теперь добавляем к соль, примерно пол столовой ложки. И сюда же рис. Граммов, наверное, 200 у меня, но вот пока добавляем половину, будем смотреть по консистенции. И хорошенько все перемешиваем до однородной массы. Так у нас получилась однородная масса. Теперь добавляем примерно 1 третью стаканчика молока. Котлетки эти получаются очень нежные, вкусные и полезные. Все перемешиваем и формируем котлетки. Начинаем формировать котлеты. В принципе, форма может быть любая, которая вам нравится. Я люблю такие небольшие, продолговатые. Предварительно поставим на плиту сковороду с растительным маслом разогреваться. Еще нужно приготовить муку, для того, чтобы обвалять их перед жаркой. На гарнир можно придумать все, что угодно. Овощи, картошку, макароны. В принципе, их даже можно есть без гарнира, потому что они уже содержат в себе дополнительные ингредиенты. Итак, часть котлеток тут мы слепили. Теперь аккуратненько обваливаем их в муке и отправляем на сковороду. Жарить будем с двух сторон, потом немного потушим, чтобы получился еще подлив. Ну и чтобы было полезнее и вкуснее. Ждем, когда котлетки обжарятся с одной стороны и будем переворачивать. Котлетки обжарились с одной стороны, я перевернула их. Жарим с другой. А у нас сегодня на гарнир будет идеальное картофельное бюро. Ссылку на рецепт прикрепим ниже. Итак, все котлеты мы обжарили с двух сторон. Сложили все теперь в одну кастрюлю. И сейчас добавляем воды. И так немного, примерно наполовину, чтобы они были закрыты. Я думаю, достаточно. Убавляем огонь, ставим так на минимальный, чтобы они тушились. Я думаю, нужно немного подсолить, потому что вода же не соленая. Потом попробуем, если нужно, еще подсолить. И накрываем крышкой. Так тушим минут, я думаю, что 10-15. Будет достаточно. Всем привет! С вами я, Марк. И у меня рубрика «Самые загадочные тайны приборов». Сегодня у нас тут такой прибор. Так, давайте зальем туда воды. Раньше, в древности, вместо чайников использовали вот такие самовары. Он очень древний. Так, он быстро, кстати, кипятился, но не как современные чайники. Так, все. Вот это горячая вода. Выключаем, нет столько вот достаточно. Так, как это? Как вкус, Марин? Жаль, что только в древности сахар было. О, кстати, еще я забыл сказать, что вот тут вот есть такие вот рамочки. По-моему, они для того, чтобы чай не свистел. У меня он не засвистел, так как он вот все старый. Поэтому всем пока! До новых встреч! Я пошел пить чай. Котлетки наши готовы. Такие мягкие, сочные. Получился такой подливчик, который можно их макать. И очень-очень вкусно. Приятного аппетита! Котлетки наши готовы.